Центр арктического туризма может приобрести статус официального российского туроператора. Соответствующая заявка подана Федеральное агентство по туризму. Сейчас в едином федеральном реестре туроператоров лишь одна компания из Ненецкого округа. Об этом сообщила на пресс-конференции завеститель губернатора, руководитель Департамента образования, культуры и спорта НАО Галина Медведева. Теме туризма в ходе мероприятия внимание уделили, но не ключевое. Больше всего журналистов интересовали вопросы, касающиеся очереди в детские сады и будет ли построен молодежный центр. Главная цель пресс-конференции – разъяснить ситуацию, которая сегодня складывается в социально значимых отраслях жизни округа. Пресс-конференция Галины Медведевой началась с вопросов о детских садах. Недавно в округе прошло официальное открытие детсада «Теремок» на 220 мест. Новое учреждение немного разгрузило очередь. Так, дети в возрасте от 3 до 7 лет охвачены дошкольным образованием на 100%. А вот очередь от 1,5 до 3 лет пока сохраняется. Более 600 человек по округу. У нас есть группы раннего возраста. Это тот же «Теремок», где открыты две группы раннего возраста. Это есть некоторые группы, предположим, которые переоборудованы на сегодня в кораблике. Это есть группы кратковременного пребывания, когда родители могут привезти до обеда, предположим, или наоборот после обеда. Руководитель департамента отметила необходимость создания новых детских садов. В бюджете 2016 года заложены средства на возведение сразу нескольких объектов. В районе авиаторов, на улице Ленина, в посёлке Искателей, Ниси, Харуте, Бугрино, пришкольный интернат в Каратайке. Кроме того, предусмотрено строительство школ в Ниси, Харуте, в посёлке Искателей и в районе авиаторов. Что касается молодёжного центра, школы искусств и городского дома детского творчества, с ними стоит повременить. Нужна целостная концепция развития дополнительного образования с непременным включением научно-технического творчества. Техническое творчество сегодня можно развивать на базе, предположим, аэропорта. Техническое творчество можно развивать на мясокомбинате, то есть на предприятиях, где приобщать ребят и показывать определённый труд, может привлекать к какой-то работе в лабораториях и так далее. Кроме того, это, конечно же, робототехника, которую можно поставить на сегодня. Это компьютерная, в основном, графика, 3D-технологии и так далее. В 2016 году продолжится работа по укреплению внутреннего туризма. Готовится изменение в окружной закон о создании благоприятных условий для развития туризма в Ненецком округе. Запланировано участие в туристских выставках, разрабатывается унифицированный туристский паспорт округа. Основная задача – это все маршруты, которые мы делаем, включить, во-первых, в реестр, во-вторых, обсчитать их экономически, это несомненно, да, у нас большинство уже просчитано, но никто не говорит, что это окончательные маршруты или туры. Обсудили на пресс-конференции и кадровую политику в сфере образования. В 2015 году в округе трудоустроены 35 молодых специалистов. Сегодня остаются свободными вакансии учителей иностранного языка, математики, педагогов-психологов. В течение года будет проведен опрос среди предприятий по вакансиям. В 2016 году на рынок труда выходит более 300 выпускников. Чтобы рабочее место было у каждого, позаботиться об этом нужно заранее.